Привет, это снова я. Узнай. Как раз мои дневные бомбления на общем балконе, пока ребенку укладывают бабушке спать. Сегодня ночью я прям, знаете, пущать не могла. Я посмотрела видео Марка Кауслана про Алиэкспресс. Марк уже давно является для меня такой странной личностью, потому что я раньше была на него подписана. Вернее, как я и сейчас на него подписана, просто не смотрю. Потом я стала замечать все больше рекламу в его видео, и мне просто стало неинтересно, и, в общем-то, его мнение с моим не сходится. Вчера он выпустил видео про Алиэкспресс, про потребление, про то, что Китай мешает нам жить и вообще загрязняет Российскую Федерацию как может. У меня это прямо очень, знаете, он начал свое видео с того, что, кто вам сказал, что покупать говно это, типа, нормально. Говорил про блогеров, которые рекламируют Алиэкспресс и всякие китайские, китайскую паленку. Говорил про то, что, естественно, упомянул Катю Коносову с параноматами, и я думаю, что, честно говоря, все видео задумывалось для того, чтобы упомянуть параномат, и то, что у Коносовой в видео была ссылка на Алиэкспресс, хотя ссылки на Алиэкспресс там не было. И с одной стороны он прав, но потом он стал говорить, что когда я вижу у Тати очередное колье от Кортье, мне хочется пойти и работать. Ты говоришь про неразумное потребление ресурсов, вообще про неразумное потребление, но Кортье это тоже потребление. И по поводу Алиэкспресса, он вообще говорил, что это зло, что на Алиэкспресс продается только какое-то говно. Давайте начнем с того, что Алиэкспресс это площадка, на площадке продается все. Это все равно, что говорить, что в Тюмени ничего хорошего купить нельзя. Можно. Или все российское говно. Знаете, такие есть люди, которые говорят, что все российское говно. Нет, все российское не говно. Говно это говно, российское это российское, это разные совершенно вещи. если вы не путайте мокрое с холодным. Что могу сказать по поводу Алиэкспресс? Я не покупаю там... Я достаточно часто покупаю что-то на Алиэкспресс, поэтому меня немножко это, знаете, так покоробило. Я не покупаю подделки. Я против подделок. Но я не покупаю подделки не только на Алиэкспресс, но я не покупаю подделки в переходах в метро. Я не покупаю подделки в магазинах. У нас в магазинах в Питере очень часто висят всякие Шанель или там еще что-нибудь. Я такое не покупаю не только на Алиэкспресс, но и там. На Алиэкспресс продается все, что производится в Китае. В Китае есть уйма приятных компаний, которые самостоятельные, самодостаточные. Он упомянул, что косметика тестируется на животных в Китае. Косметика тестируется на животных не только в Китае, а в принципе многие тестируют ее на животных. Это плохо, безусловно. Но говорить, что тогда получается, что лажа не Алиэкспресс, а лажа косметика, которая тестируется на животных. То есть это уже другое, да? Лажа не покупать на Алиэкспресс, а лажа это покупать много в принципе. И неважно что, дорогие вещи или дешевые. Я часто вижу, например, чехлы для телефона, которые на Алиэкспресс я покупаю за 150 рублей. Здесь у нас в атмосфере, в этом доме, продают за 500-800-1500. Стекла, которые накатывают на телефон, я тоже покупаю на Алиэкспресс. Кто заказывает технику на Алиэкспресс, спрашивает он. Ну, у меня сейчас телефон Meizu, это, насколько я понимаю, китайский бренд. Я купила в Meizu Official Store на Алиэкспресс телефон Meizu, он выпускается в Китае, он куплен в Китае. Его мне привезли и купила я его на 10 тысяч или на 15 даже дешевле, чем у нас продается в каком-то там, ну, допустим, техно-шопка или что там, как называются эти магазины, я не знаю, редко туда хожу. То есть логики в его высказываниях не было никакой, кроме того, что, значит, параномат это хорошо, а Коносово сказал ерунду. Для себя я сделала выводу, что это именно вот для этого все было сделано. Есть оригинальная косметика на Алиэкспресс, то есть есть такие фирмы, как Фокалюр, например. Неважно, что, по качеству, да, качество каждому свое. Плюс, например, последняя палетка от Наташи Деноны, которые вот маленькие вот эти вот, и палетка от Нарвины, которая большая, они делаются в Китае. И лимитки туфейс делаются в Китае. То есть, если говорить, что все, что производится в Китае, это говно, то говно и последняя палетка от Наташи Деноны и от Анастейши Беверли-Хиллз. В общем, это было очень странное видео, и там даже затронули в комментариях секс-игрушки. Типа, кто покупает секс-игрушки в Китае? Слушайте, у нас в секс-шопе, в розовом кролике, лежат очень дешевые резиновые члены, которые имеют по шву, да, такой большой пластиковый шов, который может режеть металл. Я уверена, что это сделано в Китае, но продается это в розовом кролике. Опять же, логически размышляя, в Китае этот резиновый член пластиковый, или какой, можно купить за 30 рублей, а здесь он продается за 3 тысячи. В Китае есть чудесные китайские презервативы Эласан, которые дают фору дюруксам и так далее, и они великолепны, и здесь они у нас, если и продаются, то продаются они по 2-3 тысячи за упаковку. Там их можно купить за 700-800. Есть в Китае техника, есть в Китае, короче, в Китае ничем не отличается от России, от Болгарии, от США, просто там сосредоточены все производства. Алиэкспресс ничем не отличается от Озон, ничем не отличается от Ибэй, ничем не отличается от другого интернет-магазина, Amazon, где продают кучу всего разные компании. Дело не в Алиэкспресс. Дело просто в том, что не надо покупать говно или не надо переупотреблять. Если ты купишь 150 вещей с Алиэкспресс, говняных, да, у тебя будет 150 говняных вещей. Если ты купишь 150 колье от Кортье, у тебя будет 150 колье от Кортье. Смысл один. У тебя проблемы, если тебе надо столько покупать. И в одном случае ты потратишь там тысячу рублей, в другом случае несколько миллионов. Короче, вот я прямо вот все отпишусь, он меня выбесил, я не могу больше. И еще говоря про такое переобувание Марка периодически, во-первых, его подруга или уже не подруга, Ковка тоже говорила про покупки с Алиэкспресс, и она говорила про нормальные покупки с Алиэкспресс. Он сказал, что все, кто толкают Алиэкспресс, они чмой и говно. Привет, да, передал подружке. И в одном из своих видео Марк говорил, что кто вообще носит оранжевые помады? Кому вообще идут оранжевые помады? Кто вообще делает оранжевые помады? Оранжевые помады говно. И когда я купила его бокс, я люблю себя до слез. Знаете, что меня там ждало? Оранжевая помада. В общем, все. Я больше не могу. Моя тема любви к Марку Ковману закрыта. Я все перелюбила, перебесилась. И я, наверное, просто даже не буду смотреть его видео, потому что у меня это жопонька горит у меня. Горит жопонька. Не могу я. Вот. А что вы думаете про Алиэкспресс? Покупаете ли вы там? Что вы покупаете? И давайте вообще пойдем купим что-нибудь на Алиэкспресс.